Анонимных алкоголиков есть такая присказка. И, говорит, наступил тот момент, когда на 100 миль вокруг только один человек не знал, что я алкоголик. Это был я сам. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Я врач-психиатр, психиатр-нарколог и психотерапевт. И я являюсь создателем нескольких революционных программ в Беларуси, включая движение анонимных алкоголиков. Игровая зависимость от азартных игр и проблемы с алкоголем. Сколько ты трезвый? Если я относительно алкоголь, я трезвый уже 4 месяца, 5 месяцев. Хорошо, молодец. Алкоголик – это тот, кто начинает пить тогда, когда не надо, и пьет столько, что от этого возникают проблемы. Ему нужно на собеседование идти менять, а он взял и напился в этот момент. Или ему нужно забрать дочку из детского садика, а он напивается. И второе – утрачивается контроль над дозой. То есть если бы он перед тем, как забрать дочку из детского сада, ну просто бы выпил там бокал пива и остановился, он не может остановиться. И в этом случае они употребляют алкоголь, либо до тех пор, пока он физически не кончится на столе, ну больше просто ничего пить. Либо они выбирают большую токсическую дозу таким образом, что, ну как в народе говорят, мордой в салат. Анонимные алкоголики – это люди, которые ставят перед собой цель прекратить употребление алкоголя с помощью специальной программы. В их группе может находиться только больной алкоголизмом. Простой человек, не являющийся больным алкоголизмом, не может находиться в группе АА, потому что они хотят испытывать чувство безопасности, они должны свободно рассказывать про свои проблемы. Мы будем на терапевтической группе. Алкоголик, наркоман, не пью, и заодно будет на три месяца. Я уже не пью, и три месяца. Молодец, хорошо. Мы настолько давно работаем, что просто это сарафанное радио, народное, так сказать. Ну, людям известно, что мы существуем. Нам звонят по телефону, говорят, можно прийти. Мы говорим, пожалуйста, мы никому не отказываем. Обычно около 10 человек в группе. Это совершенно нормально для малой группы. Такие стандартные группы терапевтические, вот в рамках этой программы, три раза в неделю. Значит, все нормально у тебя, Алексей, да? Более-менее. Ну, по сравнению с тем, как я пришел в первый раз, но сейчас я не знаю, что я работаю. Мы спрашиваем, как прошла неделя, или как несколько дней прошло, как вы себя чувствуете, какие проблемы у вас были, с чем вы столкнулись, что бы вы хотели рассказать. Вот раз 16-17 лет, это самые молодые. Значит, у нас был такой пациент, но он уже был студентом первого курса, он уже не был подростком. Он был отличником в школе, очень хорошо учился, но при этом он начал пить с 15 лет и спился очень быстро. Он употреблял крепленное вино. Утром в стакан вина выпивал, шел в школу, у него с собой алкоголь был, он еще в школе пару раз приложится, а основная доза уже вечером. Родители знали, сделать ничего не могли, он отказывался от помощи, и он попал к нам после того, как у него отказали внутренние органы от такого тяжелого пьянства. И да, действительно, мы ему помогли, он вошел в трезвость. Простой как бы человек, без высшего образования, но он по-своему счастлив, работает шофером. Те, кто посещает эти группы, это здесь ремиссии, ну там два, три, четыре, ну вот в шесть месяцев. Если он пришел сам, то тогда он, как правило, и остается. Хуже бывает, если его привели, то есть родители, например, привозят своего сына великовозрастного, значит, и силком сажают сюда. С таким мы сталкиваемся. Ну, такие могут и вообще стать, просто во время сессии уйти. Такое бывает у нас. Родственникам мы, конечно, даем советы отпускать эти вещи. Совершенно бессмысленно. Их ругать там, наказывать каким-то образом там жестоким. Все это совершенно пустое. Самое правильное, это так называемая, эта позиция называется отстранение с любовью. Но жена имеет право не находиться рядом, и тем более в одной постели с грязной, вонючей с... Я знаю семьи, которые благополучно разрешили свои проблемы с алкоголем, просто потому, что жена не пускала домой своего пьяного мужа. То есть он зимой приходит, пытается войти в дверь, она говорит, пошел вон в тот шалман, откуда пришел. Ты мне пьяный не нужен. Сколько ты у нас трезвый, б***ь? Соотношение мужчин и женщин с этой патологией это примерно семь к двум, к трём. Поскольку женщины, в принципе, они более хитрые, более скрытные, они могут дольше скрывать свое пьянство. И поэтому такое впечатление, что женщины как бы вот быстро спиваются, и вот она вроде все было хорошо-хорошо, а потом вдруг она мгновенно стала алкоголичкой. Да не мгновенно, просто она умело скрывала. Вот этот, который у меня работал, трезвый алкоголик, привел к нам в группу, даму такую, звали, из бухгалтерии. Дамский, женский вариант алкоголизма, когда днем она трезвая, вечером она набирается, выпивает там бутылку, полторы бутылки за вечер, потом ложится спать, ну и потом все это продолжается так и дальше. Эта бутылка жила в квартире, там жила ее брат, жена этого брата и их сын, то есть это был племянник. Она бросила пить, она уже ходила к нам несколько месяцев, может быть даже год, а ее брат алкоголик, действующий, она все уговаривала его к нам прийти в группу, а он все никак не уговаривался, все пил, 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 а потом произошло следующее. В воскресенье наконец говорит, все, Тамара, согласен, надо мне завязывать с этим, все, пойду к доктору, все, бросаю пить. Ну и они ложатся спать. А утром она обнаруживает, что он повесился, группа помогала ей, потому что она, конечно, была в отчаянии очень большом и не запила, она сохранила трезвость после этого. Печально то, что через несколько лет племянник тоже начал пить. Вот такие жуткие истории бывают у алкоголиков. А у тебя что? Больные приходят и говорят о том, что я хочу пью, а хочу и не пью. Он совершенно прав. Другое дело, что он хочет тогда, когда бы не надо. И он не знает, что делать с этим желанием. Его и на работе все раздражает. Ему кажется, что все его достают, там критикуют. Приходит домой такой злой. Жена ему там подает борщ. Он его хлебает и говорит, эх, значит, ты даже нормально мне не можешь приготовить ничего, гадость какая-то. А она в ответ начинает кричать, ах ты, кот такой-то сякой. Ну, он в ответ сбрасывает эту орелку борща на пол и уходит за бухлом и начинает пить. Это классика жанра. Ну, ему плохо без алкоголя, ему нужен внешний повод. Он обвинит жену, что он начал пить, потому что она ее плохо кормит, он и кричал на него. Во второй стадии алкоголизма, когда утрачивается контроль над дозой, человек начинает интенсивно употреблять алкоголь сегодня. Утром у него состояние плохое и он начинает обохмеляться. Напивается слишком сильно, на следующее утро он опять плохо себя чувствует и опять ему нужно. И вот это вот и есть, но это псевдозапой. Несколько дней подряд, неделю, иногда месяц, а бывает так, что и гораздо больше даже. Истинный запой возникает в третьей стадии алкогольной зависимости. Практически должен каждый день хотя бы понемногу пить. И вот эти вот запои, они очень длительные, мучительные и возникли длятся они до того момента, когда человек и пить не может, и не пить не может. Это страшные, мучительные состояния, связанные с тем, что ломаются как бы все уже нормальные механизмы функционирования организма. Но это третья стадия алкоголизма, не все до нее доживают. Я знал родителей, и их дети гибли, а я знал родителей, мы встречались и после, даже и через какое-то время и после гибели детей. Это до сих пор скребет и неприятно. Вот помню, был молодой человек, лет 30, очень симпатичный, семья очень хорошая, интеллигентная такая семья, замечательная просто. Вот я с ним работал какое-то время, потом умер от передозировки алкоголя. Я маму потом встречал неоднократно, мы и живем рядом, можно сказать, но мне всегда было стыдно глядеть ей в глаза. Хотя я понимаю, что я в этом не виноват, я сделал то, что мог. Вот у меня кошки просто скребут по сердцу. Алкоголизм – это неизлечимые болезни. Поэтому, когда говоришь алкоголик, то это значит, до конца жизни. Это означает, что сломаны механизмы взаимодействия с алкоголем. Раз и навсегда, по жизни. Если, скажем, он 10 лет не употреблял алкоголь и выпил на Новый год, скажем, там, два фушира шампанского, я могу дать 100%, что на 8 марта он уже будет пьяный. Ну, ты сейчас не пьешь много лет, а он говорит, я алкоголик. Они говорят для того, чтобы не забыть это. Если человек забывает, что он болен хронической, смертельной, неизлечимой и прогрессирующей болезнью, то он может легко сказать себе, как форма психологической защиты, что я не больной, и мне это можно. Могу сказать, что один из основоположников уже вот движения анонимных алкоголиков, с которым мы, я не буду называть естественную фамилию, с которым мы начинали это действие, у него, ну, какие-то 20, там, под 30 лет ремиссии. Надо уловить состояние тревоги и депрессии, которые у тебя, несомненно, будут присутствовать. Ну, простейший дневник чувств для тебя это, ты записываешь утром свое состояние эмоциональное, в котором ты просыпаешься, потом пишешь в середине дня, а потом вечером. У тебя должны быть какие-то особые состояния, причем с определенными мыслями и образами, перед тем, как возможность рецидива очень высока. Вот их надо найти для того, чтобы как только ты входишь в это состояние, ты знал, что тебе нужно что-то делать. Он понимает, что у него состояние тревоги или депрессии, это предвестник рецидива. То есть предвестник употребления алкоголя. Он может позвонить терапевту, психологу или человеку с группы. У анонимных алкоголиков он звонит, скажем, своему спонсору. То есть это алкоголики со стажем, которые помогают новичку пройти вот эти 12 шагов. Вот у нас есть такая дама, она тут регулярно приходила последние месяцы, она уже очень давно не употребляет ни алкоголь, ни таблетки, она у нее миксовая зависимость, все у ней как бы хорошо. Она говорит, как только я чувствую, что у меня накатывает, хотя он уже лет 8, наверное, трезвый, она запекывает буквально на 5 минут сюда, побудет с нами, поулыбается, два слова скажет и уходит. Говорит, ей мне это достаточно, чтобы снять вот это напряжение. Быть одним из основателей движения анонимных алкоголиков это очень почетно. Я работаю с людьми, это самое интересное, что только может быть с моей точки зрения, потому что нет ничего более интересного, чем человек. Но человек же должен зачем-то жить. Я не знаю, зачем, наверное, это предназначение. Я так понимаю, что это то самое задание, которое я получил от Бога, как мы его понимаем, или от высшей силы при своем рождении. Значит, я был создан для того, чтобы вот этим заниматься. вот я это и делаю. Скорее всего, это так.